всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у нас очередной выпуск и мы встречаемся с гостей моего канала сегодня это марина привет привет очень рада что ты ко мне сегодня приехала в этот снежный день и рада что мы сегодня поговорим на очень интересную тему как вы видите мы обе заметно в одной весовой категории собственно и по сроку беременности мы тоже приблизительно где-то одинаковые да у меня сегодня 31 неделя так если у меня на неделю меньше ну соответственно три часа скоро она начнется до 31 вот по узи у меня на самом деле 32 но по циклу а 31 ты так как врачи мои отказались менять мои даты поэтому я все-таки считаю наверное по по циклу у тебя и так понимаю у меня тоже самое да та же самая история конечно но будем считать так нам уже недели раньше недели позже это правда в общем сегодня у нас интересная тема и я решила марина пригласить для того чтобы обсудить нашу беременность а в частности наши ожидания в противовес тому что мы своей жизни получили в реальности что мы имеем по факту почему считаю что сегодня этот разговор очень такой актуальный и важный потому что как я уже тут каждый выпуск мне кажется говорю что я я поклонница мам лайф в котором я общаюсь с девушками которые также либо в интересном положении либо уже из него как-то успешно вышли вышли да и я все каждый день не начитаюсь и комментариев или постов по поводу того что у девушек такая паника и ужас от посещения гинеколога который их ругает просто зверски не знаю там на них кричит и грозит какими-то мерами за то что они набрали много веса и когда ты спрашиваешь насколько же ты набрала наверно там килограмм тридцать они говорят ой у меня тридцать восьмая неделя и у меня там 15 килограмм на что я в ступоре сижу и не понимаю что мне сказать потому что ну как бы у тебя сейчас сколько уже набора на тридцать на тридцать первые три странили сколько 22 22 до нет но подожди у меня меньше но тут надо еще на счет того брать что мы с тобой изначально вступили в беременность сколько у тебя сейчас на данный момент у меня плюс 12 ну вот вот но у меня и мы не надо забывать да что все-таки до беременности у меня было больше там на пять килограммов точно поэтому как бы мне кажется здесь хорошо баланс какой-то мне кажется этим можно себя только успокаивать почему потому что я на эту тему читала и на самом деле конечно же учитывается тот вес с которым с которым ты вступаешь в беременность но он учитывается в том случае если он недостаточный вес ну то есть грубо говоря если бы я весила 32 килограмма и сейчас было бы плюс 22 ну тогда понятно жаловаться как бы и нечего да то в общем я страняшка но так как я весила нормально у меня вес был 56 и сейчас у меня уже 70 чего-то там соответственно я понимаю что это для меня не оправдание не аргумент и никакое не утешение потому что веста был нормальным и даже если у тебя было плюс 5 все равно твари плюс 12 к ноуке 31 неделя это как бы нормально потому что норма минимальная норма набора веса в беременности это от 12 до 15 килограмм то есть это минимум который женщина должна вот для здорового выношения малыша и своего собственного здоровья набрать если ты набираешь меньше это плохо если ты не набираешь больше ну соответственно уже как пойдет вот поэтому меня в общем цифра моя смущает но как есть и я в общем хотела с тобой как раз таки поговорить по поводу того что ты ожидала когда ты беременела как тебе казалось справишься ли ты с набором веса с рационом там что есть не есть будешь ли ты налегать на не знаю кого как но в любом случае на что-либо налегать и набирать вес ну знаешь во первых я скажу что мы готовились к беременности то есть у нас это было запланированный процесс это были врачи обследования сначала мы обследовали меня ну и как бы так получилось что обследовали меня я пропила курс лекарств соответственно витамины были и врач мой врач отправила меня до октября погулять и в октябре уже если не будет результата то там мы уже приду и мы уже будем более четко высчитывать там цикл овуляцию не овуляция до этого ты не высчитывал ничего до этого мы не высчитывали нет ну я сама для себя знала когда когда это да но прям конкретно чтобы это было четко вот в этот день муж давай подходи и поэтому как бы в июле мы попрощались с врачом на тему того что давай до встречи в октябре если что но в августе я к ней пришла уже с если что и говорю результат вот он давайте смотреть и что дальше вот поэтому как бы ждать слава богу долго не пришлось нам этой этой новости для нас радостной и поэтому знаешь набора веса как такового я не боялась вот когда вступала в беременность да когда я не боялась набора веса но тут же опять же нужно сказать что меня особо не было токсикоза то есть я не прошла вот этот многие же худеют еще на токсикозе конечно то есть у меня подруга до 39 килограммов похудела раз на токсикозе она и она пила воду и ела корку хлеба только только молку то есть вообще меня такого не было я ела все и это были первые месяцы мне хотелось только мучного макароны пицца тоже стоит ну это все это это сильно хотелось именно куда-то хлеб был майонез помидоры с майонезом который соль у нас задерживают там картошечка жареная я конечно это все ела и против все что врачи рекомендуют да в кавычках рекомендую и поэтому конечно тогда я уже пришла вместе на четвертом пятом и у меня был перевес там допустимый по неделям как врач говорит 500 граммов в неделю должна набирать а я пришла уже больше этих 500 граммов на плюс полтора килограмма она мне сказала так села вечером дома и пишешь весь свой рацион и она меня заставила две недели на протяжении двух недель прописывать свой рацион что я съела все что я съела даже каждый перекус все 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 перекусы ну конечно я это сделал буквально три дня а потом она это заказала а потому что я понимаю почему я набираю ну понятно я ж не ем там не знаю овощи иллюзии иллюзии в общем ни у кого нет я тоже я тоже когда набираю вес я никому не втираю что черт а почему же я набираю вес и как же это я не понимаю я все понимаю просто потому что я живу у меня одна история почему я могу набрать вес просто потому что я жру ну вот тут такая же история поэтому я знала и я знала за что меня ругают и ты знаешь да у нас один врач тогда у нас с мариной один врач и мне она тоже попыталась привить мне вот эту историю со списком всего что я съедаю как раз таки в один из моих визитов когда я пришла у меня тоже было слишком много веса на что я сказала маргарита андреевна не буду я вам ни хрена писать потому что смысла в этом нет я знаю сколько сырочка в день я съедаю я знаю сколько я там макарошек в неделю съедаю и я понимаю что это явно не от яблочко это явно от макарошки поэтому писать смысла нет ну вот тут такая же история получается но я сейчас могу сказать одно у меня вес очень как-то скачкообразно был все это время вот сейчас не знаю говорят что на поздних сроках он еще больше идет у нас малыша набирает будем списывать я вот на днях готовить к этому выпуску я вот тоже пыталась списать все на малыша и тут я посчитала значит плацента воды там дополнительная кровь 5 5 килограмм малыш который сейчас весит ну там плюс-минус кило 600 ну допустим можно 3500 сразу добавить да это восемь с половиной килограмм ну ладно еще отек но не сходится понятно что диск вообще не сходится но то есть я даже не могу на своего ребенка все это взвалить понимаешь да ну на кого то что надо валить вот я на него и хотела а тут мне калькулятор мой сказал что не получится но вот я тебе говорю что она меня отпуская на новый год на новогодние праздники очень четко говорила что вот смотри там не набери лишнего я знаю как там вы все кушаете как не в себе да самое интересное что я пришла после новогодних каникулов это было как раз три недели я у нее не была через три недели я пришла у меня был привес 700 граммов то есть абсолютно вообще какая-то минимум это даже не то что норма там это было меньше чем надо ну а в другую например неделю меня было за две недели у меня был привес два килограмма то есть не кажется . образно как известно нами издеваются вот такой типа а давай-ка я подшучу типа пожрала ты свою оливешечку сейчас ты пойдешь 400 грамм о молодец такая весело а потом как бомбану тебе два килограмма и вот сейчас я к ней иду и сейчас у меня конечно же избыток да ну да мне подарили весы на новый год свекровь поэтому она как бы тоже следит за моим весом видимо подарили мне весы поэтому я тебе могу взвешиваться но я тебе могу тоже одно сказать дома весы которые я измерю свой вес да они меньше как-то я знаю почему потому что мы делаем большую ошибку мы к маргарите андреевиной записываемся на вторую половину да взвешиваться нужно утром когда ты еще не попила не поела а там понимаешь душа в рай и в общем к четырем часам когда ты до нее доберешься ты уже там бегемотина и конечно же она видит цифру другую нежели ту которую ты наблюдала утром ну вот я говорю что ну то есть именно по весу знаешь я не могу сказать что я там ой сильно переживаю что я потом его не скину да скину думаю и все думаю скидывают это опять же зависит от тебя самой ну то есть беременность закончилась ребенок родился мне кажется уже ну то есть ты ты же тебя же не устраивает твой внешний вид да конечно выглядишь то есть ты начинаешь заниматься собой поэтому то что главное чтобы малышу не было плохо от этого веса все остальное я не переживаю руки толстые ноги толстые я вчера я вчера вечером что-то перед сном как-то я присела на на кресло и и и что-то сижу и разглядываю свои коленки и охреневаю от того насколько у меня толстые коленки но я понимаю что мне в жизни такого не было когда я вот выпрямляю ноги а у меня там прям знаешь подушкой вот так вот накрывают вот как щеки глаза у меня накрывают на колени там это или нет я не понимаю что это за орган теперь да ну то есть там появился новый новый орган грубо говоря над коленями какая-то какие-то там эти ставки появились я вот сижу и там минут 15 это все разглядываю думаю твою-то мою-то и муж говорит ты чё там делаешь и я говорю же разглядываю я говорю вот этот вот и он так на меня посмотрел ты такая у меня красивенькая а пузико у тебя такое красивенькое я думаю вот сволочи варьет а мне самое интересное что ну учитывая что ты знаешь хорошо моего мужа кстати если бы я была если бы я была замуж за мужчиной как давид мужу марины для меня это была бы травма на самом деле беременность я была бы глубоко травмированным человеком мне бы пришлось еще потом лечиться потому что давид я не буду просить прощения давид я тебя ненавижу потому что ты ходишь худой не понимаешь наших проблем еще рассказывает про свое великолепное пищеварение до метаболизм конечно шикарный причем он ест все подряд режем чипсы запивать пиво при этом прикуску с мороженым и стройный 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 да вот расскажи как это жить с таким человеком ну мы стараемся по отдельности ходить поэтому я набрала нет но он меня тоже как бы поддерживает ничего не говорит что я там жирная там или еще что-то мне мама даже моя мне кажется тебя просто боится потому что большая женщина его на самом деле я уже предыдущий выпуск говорила что слава богу что природа делает свое потому что если я до беременности очень сильно переживала если вернуться к вопросу ожидания и реальность то я прям была уверена что я буду молодцом что я буду есть вот свое брокколи с киноа и авокадо и буду прямо мега супер здоровенькая худенькая и так далее учитывая то что до беременности я достигла своего идеального веса я была 56 у меня была тонкая тонкая талия и меня все в принципе устраивал в жизни вот но я понимаю что и и тогда я боялась очень сильно набрать вес и мне я вспоминала как какие-то свои периоды жизни когда я была вот с лишним весом и когда мне это прям повергала в депрессию то есть я очень по этому поводу парилась переживала и от этих переживаний жирова еще больше ну и соответственно такой замкнутый круг но это обычная история то в беременности у меня этого ощущения нет вообще да я понимаю что я выгляжу не ас да я понимаю что я реально набрала то есть грубо говоря вот если даже на нас сравнить да там 12 и 22 ну разница огромная я понимаю что на весу но внешне то это так не кажется ну внешне то я я сама-то вижу но окей может быть в одежде то понятно об этом мы еще сейчас поговорим по поводу одежды но я к тому что я я же прекрасно понимаю что у меня еще грубо говоря там минимум 7 недель до минимум который я должна проходить и вот именно в этот срок сколько я слышала от подруг знакомых и читала что жор возвращается ну и на последний и идет активный вес да то есть и тогда если гинеколог например ругает тебя до этого грубо говоря предостерегая тебя то здесь уже но ты понимаешь реальную угрозу да там до своего теста глюкозы ты боишься диабета когда ты сделал тест глюкозы диабета нет и такой она расслабился все супер да а потом ты понимаешь что риск на самом деле это ожирение малыша это очень крупный малыш это осложнение в родах и масса масса других каких-то историй которые могут с тобой произойти если этот вес не контролировать но грубо говоря все это может кесарем закончится и слава богу если успешным вот и я понимаю что мои семь плюс недель я же наберу вес и к этому времени у меня будет в лучшем случае плюс 30 в худшем случае я предполагаю плюс 35 но это в худшем случае ну 35 ты мне кажется загнула ну это мы посмотрим мы можем с тобой кстати да мои подписчики дорогие вы тоже можете в комментариях писать ваши прогнозы сколько датсули наберет родом давайте устроим тотализатор можем даже придумать не знаю подарок какой-нибудь я вам придумаю кто кто самый первый угадает в общем будет даже интересно но мне я допускаю абсолютно реально такую ситуацию и вот вот это как бы да тут говорю главное чтобы ну то есть малышу было нормально это понятно ну наберешь ну скинешь ты нет я понимаю что я скину это 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 да я уже я 20 килограмм своей жизни скидывала то есть для меня это я знаю как это сделать я знаю как мой организм работает и знаешь чем нужно будет здесь соприкоснуться наверное к возможным изменениям на гормональном фоне этого я не знаю как организм себя поведет потому что многие женщины так не скидывают и вопрос они не скидывают потому что они все-таки не берутся за себя либо потому что у них там от гормональной истории но опять же гормональная история она через какое-то время восстанавливается ну полгода не скидываешь но на седьмом месяце на восьмом месяце уже после родов ты можешь уже начать завесы вот вопрос мы посмотрим как это будет я тоже не знаю как там это пойдет у меня это я учусь сижу такая и рассуждаю нет неизвестно как это все будет у тебя не было страха вот именно гормональных изменений что ты превратишься вот реально в реального какого-то горбатого дикобраза после родов что есть женщина у которых тут внизу живота такой бугорок появляется куда под сзади там реально меняются формы какие-то какие-то вот тут животы какие-то такие груди огромные я наверное просто очень сильно хотела ребенка и поэтому я так этих страхов вот страхов внешнего вида я вообще не боялась мне не было такого что что я буду там безобразный ну что у меня в самом начале на несколько на первых месяцах у меня вся например левая сторона прыщавила меня не было никогда прыщей в обычной жизни у меня кожа довольно чистая но почему-то вся левая сторона у меня покрылась прыщами мелкими вот прыщами простите как говорится за подробности это не очень приятно было смотреть но что делать потом это прошло каким-то образом то есть я не применяла ничего там какие-то средств специальных делала маски также очищала кожу по вечером до после после макияжа и все это прошло то есть соответственно какие-то еще изменения растяжки на животе ну пока у меня их нет но я думаю что меня это не минует потому что у меня все равно кожа склонна к этому я тоже же знаю свой организм опять же есть растяжки немного на боку получается сбоку только на одной стороне на правой есть на левой нет ну ты можешь лево да я купальники буду на левой купальники буду выбирать чтобы здесь здесь открыта дырочка такая здесь с дыркой есть да я говорю лево открою правую прикрою то есть опять же да ну мужу показываю ты видишь он или делает вид что как бы не видит меня чтобы не огорчать ну или правда так сильно незаметно но я все равно вижу поэтому все вот эти вот именно внешние изменения конечно я вижу что я меняю меняется лицо на самом деле там у меня изменился нос такие изменения есть конечно в этом к вечеру опухают руки да я чувствую что же подхожу говорю слушай меня руки опухли стою стою пытаюсь их стрясти но не получать конечно не стрягиваются вот но опять же говорю я не так этого боялась не так этого сейчас боюсь мне главное чтобы все хорошо с малышом и ну это естественно только и волнует нет на самом деле я могу сказать что очень многие девочки как раз волнуются сильно за свой вес да да за свой внешний вид и вот я например может быть я какая-то странная но я вот сейчас себя не представляю там надеть шпильки там каблуки или еще что-то вот это уги то еле вожу мне их надевают и я иду и особенно сейчас да какая у заснеженная дороги погода и непонятно что боишься упасть а как кстати да вот на каблуках я тоже не могу представить себе я тоже вот в инстаграме но ладно инстаграм это не показать в принципе знакомых которых я знаю что они в реальной жизни так и выглядят я вот смотрю в платьях на каблуках там я не знаю в каких-то нарядах и и достаточно бодро вот так вот вот вопрос как раз таки с этим как у тебя вот именно с одеждой гардеробу на я тебе могу сказать что опять же на работе меня очень поздно заметили мою беременность именно потому что я как раз ношу то есть мешковатая одежда такая очень большая скрывала и да да там два икса эль там кофты ну а то есть ты уже дошла до двух иксов там ну excel то есть ну как бы они большими то что очень объемный там или если это свитера то это крупная вязка я старалась как-то прям такой-то скрыть потому что ну как я думаю все кто беременные сталкиваясь с этим они могут понимать что в магазине для беременных ты ничего не найдешь это отдельная история я на нее уже в общем-то забила потому что это но это ужас да это правда это ужас но есть на самом деле интернет магазины в которых есть красивая но это дорога но это достаточно дорогая одежда это вложение и в общем я с тобой соглашусь да по поводу шпилек и всего остального так на секундочку я сижу в треньках своего мужа давай и муж у меня не маленький мальчик то есть если давит у нас худой то арс он как бы мужчина такой крупный и соответственно я уже как бы у него подтягиваю рубашки старые на которые я знаю что он не оденет они у меня не сходятся я одела вот его треньки но я как раз таки вот на тему там девушек на шпильках я посмотрела и я себе представить не могу чтобы я могла один более того у меня их большое количество этих шпилек и одежды и я пыталась как-то примерить и там перед новогодними какими-то праздниками были мероприятия я не могу и ходить потому что у меня нога в два раза больше я понимаю что я даже если бы я хоть как-то втиснулась бы в эту обувь я шаг сделаю не уютка не то что неуютно я я не смог но я физически не смогу сделать шаг уже не говоря о какой-то более женственной одежде и если говорить о об одежде для беременных я как-то изначально тоже у меня был такой энтузиазм думаю ладно значит в магазинах я разочаровалась сейчас я буду в интернете все это заказывать и все это буду покупать но я на данный момент понимаю что мне настолько некомфортно я настолько отечная мне так трудно даже передвигаться что я не хочу одевать эти платья я не хочу и и но я даже не считаю целесообразным сейчас тратить вот такое огромное количество денег потому что они стоят удачи денег для того чтобы вот в этом виде одеть на себя платье она все равно не будет на мне смотреться хорошо я это понимаю да я вот в этом полностью согласна потому что вот мне я поняла что по одежде что мне хочется да мне хочется мешковатости мне хочется уюта мне хочется тепла то есть если я этом иду на работу я надеваю кофту здесь у меня палатин например какой-нибудь то есть но во первых я не так сильно афишировала свое положение да и поэтому как то я старалась очень долго скрывать но обувь это только удобно это там уги да это кроссовки до этого были никаких каблуков потому что тоже я попыталась встать я влезла в туфли как бы слава богу но мне неудобно то есть я понимаю что зачем я буду себя мучить конечно и вот именно ты правильно говоришь что даже вы напяли что это платье ты себя будешь ну то есть ты не будешь женственно ты не будешь красиво в нем самой для себя да и это самое главное как бы поэтому ты будешь тупать у лень в платье и будешь в нем передвигаться и думать господи как же это все неудобно поэтому мне кажется тут зависит от комфорта но если есть девочкам которым удобно конечно очень красиво и все это очень красиво опять же у нас сезон время года у нас такое что ты особо не походишь да вся такая расфуфырена если ты беременность приходит на летнее время может быть по-другому конечно ты себя чувствуешь там может какие-то сарафаны мне кажется что зимой сложнее нет вот мне кажется летом сложнее то что летом ты все время оголена вот я представляю я сейчас вот с этими своими коленками должна пугать народ на улицах понимаешь для меня это прям ужас ужас и вот представляю я в своем весе когда я должна одеть майку без рукава и вот ну и и жарко я знаю себя мне очень все время жарко мне даже зимой жарко и чтобы летом еще вот подобрать если опять же брать по одежде по своему физическому состоянии мне кажется зимой сложнее почему ну потому что опять же да мы сейчас видим какие у нас погодные условия мне тупо сложно ходить я устаю когда я дохожу из подъезда до машины я уже устала то что мы идем по этим во дворах нечищенный снег этот идешь и все и ты реально уже устал еще еще и одежда на тебя пуховик сверху шапка шарф не знаю то есть но 100 кофт устал не знаю мне кажется летом накинул сарафан и побежал так да конечно прям побежал да такая знаешь воздушная бегемотика поскакал уже как в мультике знаешь такая с палочкой еще слушай а мне кажется прям наоборот потому что вот при всем при том что ты отекше лишний вес ну грубо говоря представим нас вот сейчас нам трудно ходить передвигаться плюс 30 плюс 30 когда ты не можешь косметику нанести она с тебя просто стекает ты не можешь волосы уложить когда ты просто они у тебя мокрые в секунду ты шаг делаешь ты просто вся извините потеешь мокрая плюс ко всему коленки не забудем ну прикрой длинным сарафаном и плюс ко всему ноги отекшие ты куда эти сардели на это засунешь вот какую сандальку блин 43 размера вот объясни мне или будешь у мужа сламцем нет ну тут говорю мне не с чем сравнить я не была беременна летом поэтому мы там это был август и я еще порхала да ну как бы тогда не чувствовалось это конечно не знаю может быть вторая беременность будет летний период например посмотрим сравним можешь подгадать да ну вот сейчас мне почему-то кажется что вот этот вся верхняя одежда мне тяжело от нее вот я не знаю на этом сегодня мы закончим наш выпуск вторую часть нашей беседы смотрите уже завтра завтра мы с продолжим наши интересные разговоры будет еще много всяких разных и интересных деталей которые мы не успели обсудить сегодня поэтому подключайтесь завтра на сегодня с вами прощаюсь и желаю доброго дня пока